Сегодняшние драки возле стен московской мэрии нашли виноватых. Полиция считает, что потасовку затеяли представители оппозиции. Напомню, драку устроили депутат Справедливой России Илья Подомарёв и лидер Мородой России, член Общественной палаты Максим Мищенко, бывший депутат Госдумы, которые пытались подать заявку на проведение митинга 5 марта. Наш коллега Илья Васюнин знает подробности противостояния. Давайте посмотрим на те кадры, которые сняли сегодня у стен мэрии. Действительно, настоящее сражение развернулось сегодня за право первыми подать заявку. Занимали очередь ещё ночью. Это были представители молодёжных организаций прокремлёвских, которые всегда составляют конкуренцию оппозиции на площадях. Достаточно вспомнить триумфальную. Там в канун 31-го числа, если не какое-нибудь публичное мероприятие, организуют вроде гонок, то обязательно выйдет Россия молодая собирать или сдавать кровь, День донора, так называемый, проводился регулярно. Вот сейчас решили опередить оппозицию 5-го числа. Не секрет, что именно 5-го декабря, в прошлый раз, сразу после выборов, массовые протесты начались с митинга на чистых прудах. Тогда Движение «Солидарность» подало заявку. И, в общем, никто не ожидал, что такое количество народу соберётся. Теперь все знают, сколько народу может в Москве выйти на улицы. И все ожидают, в общем-то, массу несогласных и послепрезидентских выборов. И, в общем, конечно, оппозиция хочет провести массовые мероприятия. Соответственно, прокремлёвские движения хотят этому противостоять. Таинственным образом, в общем-то, на первый взгляд, подать заявку сегодня успел Максим Мищенко. Первым успел подать заявку представитель движения «Россия молодая». Он проник в здание мэрии вместе со своими соратниками. Причём проник ещё до того, как официально она стала работать. Первым оказался у того самого окошка, где принимают заявки. И успел подать сразу три заявки. Первая на Лубянку, на Лубянскую площадь. Вторая на Чистопрудный бульвар. И третья, в какое-то ещё место загадочное, она осталась неустановленным. Оппозиция смогла проникнуть, ну, в общем, обычным только входом. Через обычный вход, который открылся в 8 часов. И оказалось у этого самого заветного окошка только четвёртой. Но перед тем, как Надежда Митюшкина, представитель «Солидарности», она подавала заявку, подошла к этому окну, там оказался депутат Пономарёв. И, в общем, у него произошла даже небольшая стычка с Максимом Мищенко, разбирая вот эти вот, в общем-то, противостояния. Они продолжили сегодня в прямом эфире «Дождя». Давайте посмотрим, как это происходило. Вот коллеги, господин Мищенко, в том числе он сам, меня оттаскивали там за руки, за ноги от этой самой... Илья, вы преувеличиваете, было не так. ...от этого самого окошка. Как только они меня оторвали от окошка, окошко тут же открывается. Нет. Товарищи пихают туда два... Илья, вы обманываете телезрителей телеканала «Дождь». ...два этих самых объявлений. Я начинаю кричать о том, значит, тётке, которая там сидит, о том, что вы написаете... Слушайте, Илья, у меня на видео заснято, как всё было. Зачем вы обманываете? Мы вас посадим, ну... Вы стояли вальяжно, размахивая своей корочкой. Говорили, я депутат, вы вообще никто, да, Мищенко. Заберите этого человека, а он никто. Потому что у меня неприкосновенность, а он, значит, у него неприкосновенности нет. У него она закончилась. Идите отсюда, Максим Николаевич. Сейчас придёт сюда удальцос, моя заявка. Я говорю, у меня есть заявка. Посмотрите, пожалуйста. Вот, у меня есть заявка. Соответственно, где ваша заявка, господин депутат? То самое видео, на которое ссылался Максим Мищенко, он действительно сегодня нам прислал. Но вот в чём фокус. Это видео, оно разоблачает скорее прокремлёвцев, чем оппозицию. Потому что на нём ясно видно, что действительно в пустых коридорах московской мэрии только несколько человек. Во-первых, с одной стороны прокремлёвцы, с другой стороны им противостоит депутат Пономарёв. Оппозиция, которая стояла у самых дверей, ещё не прошла даже, ещё не пустили никого внутрь. А прокремлёвцы, которые таинственным образом проникли в спящее здание мэрии, уже подают свои заявки. Давайте посмотрим, что происходило у того самого окошка с утра. Я хочу подать заявку на Луганскую площадь. Вот мы видим, как заявка действительно у прокремлёвцев была принята. Но, в общем-то, после видео остаётся один действительно вопрос. Если депутат Пономарёв прошёл по своему депутатскому удостоверению, Максим Мищенко, член общественной палаты, прошёл по удостоверению члена общественной палаты, то как туда попали его соратники, которые не являются депутатами и не являются членами общественной палаты? И почему соратники Максима Мищенко, участники России молодой, оказались в этих коридорах раньше, чем оппозиция? Каким образом это произошло? Это, в общем, вопрос остаётся вопросом. Ну, а пока, в общем, остаётся уповать, в общем-то, на решение московской мэрии, которая сказала, что будет расследовать, во-первых, те столкновения, которые произошли сегодня с утра перед дверями мэрии, а во-вторых, сказала, что в каком порядке участники митингов 4 и 5 числа подавали свои заявки, в общем-то, не сыграют своей роли при вынесении решения, кому разрешать, а кому нет. Так что, в общем, будем надеяться на объективность сотрудников московской мэрии. Коллеги? Спасибо, Илья. Ну, вся эта картинка напомнила, конечно, рассказы Джека Лондона из золота добытчиков в 19 веке на Аляске, когда они делили, столбили участки. В общем, это такой, в самом деле, 19 век. Ну, благодаря нашим предыдущим гостям... В общем, ещё очень много мистических, видишь, удивительных историй, как сквозь стены проникает Россия молодая в мэрию. Ну, тем не менее, благодаря нашим предыдущим гостям, Борису Немцову, мы узнали о том, что за делом следит не только мэрия и вице-мэр господин Горбенко, но и президент России Дмитрий Медведев. Не буду говорить, да, ведь ничего. Ничего, да, не скажешь.